Алексей Иванович учился в инфрационной инфрациональной системе. Я строил проект «Волоскосилка». «Волоскосилка» — это аппарат, который будет стричь волос у человека. Но не стричь, а бред. У него есть решение сделать арку, на которой будет стоять машинка. Арка будет двигаться вперед-назад, и сама машинка будет двигаться лево-вправо. За счет этого она позволит спокойно посреди человека. Соответственно, прически будет 0,3-0,5 такие вот. И мы еще сделаем как съемную насадку, при которой мы сможем вылезать разные рисунки на сцене на голове человека. Рынок — это, соответственно, молодежь, это военкоматы. Сама конструкция будет стоить около 70 000 рублей. На что нам потребуются ресурсы, скажем так, на программное обеспечение на металли. Маш, сделай назад, пожалуйста. Вот, да. — Это голото там сверху? — Нет. — Это в профиле. — Нет, на профиле. — Или там триммер. — Там триммер. — То есть она движется по голове, да? — Да. — И нельзя, ну, высота регулируется там, как ковишина. — На профиле. — Нет, я понимаю, да. А если у человека квадрат с головами совсем круглая? — Я таких все не видел. — То есть вы встречали только этих головок? — Только с круглой головой. Других я не видел. — А в чем инновационность в этой работе? — Ну, как это автоматизировать? Как это делает не человек, а аппарат? — Ну, вы помните, вот в боксе есть такой вот, фатбокс, стрижка. Вот как вы эту модель будете задавать вашему аппарату? У него линейная функция только вот. То есть радиальная у него? — Нет, сейчас арка будет вперед-назад двигаться, соответственно. — Ну, то есть у вас еще дополнительная вращательная появляется в опорах. — Ну, все волосы будут одинаковой длины, получается, да? — Ну, может быть, насадку можно сменять. — Их одинаково не будет. — Насадка сменяется. — А вы можете привести аналог на мировом рынке? Вот парикмахерская — это не о чем. Это не аналоги. Это не аналоги. — Нет, ну, а сейчас там под шаблот греет. Знаете, там картонку накладывали. Вот и надпись разная. — Да раньше украинцы, как привязь, они горшок надевали и под горшок надевали. — И русские поведения. — Что, любая голова помещалась в горшок? — Ну, все-таки, как вы это себе представляете? Вот в чем инновация? В том, что вы особые насадки будете делать. В том, что вы будете автоматизировать, допустим, процесс уборки волос из головы. А это тоже инновация. В Японии, допустим, на этом делают очень большие деньги и целая серия салонов парикмахерских есть, которые занимаются тем, что они за десять минут стригут клиента. Японцы-то, они носят типовые прически, и это гигантский рынок. И в этом смысле то, о чем вы говорите, оно близко к их идеологии. А вот декоративная стрижка — это уже немножко другое. Тут вам как раз с предыдущим проектом надо сдружиться, потому что там робототехнические методы управления должны применяться. Нейроинтерфейс. — Ну, здесь, во-первых, это автоматизированные устройства. Это не человек. Тут нет человеческого фактора. Там человеку не понравится прическа. Тут она будет у всех одинаковая. — Вы представляете себя в этом устройстве? — Да. — Как идея? Значит, типовые стрижки, понятно, что их можно стричь дешево и быстро. — Ну, в тюрьме, допустим. — Да, там и в военкомате. То есть конкурировать за 70 тысяч рублей, то есть конкурировать не сможет. А вот, например, стрижки, когда там графические какие-то штуки вырезать, оно дорого стоит. И вот тут вот конкуренция, то, что это автоматизация, ты заказываешь любой рисунок, можешь сам нарисовать, и тебе его выстригают. — Аналогов нет. — Тогда лазерное оставить. — Это мы в Кутонском университете там. — Вы можете лукарить, просто убивайте, и всё. — Ну, сейчас следующий этап. — Лазерное. — Поймите правильно. — Компания «Лимлайн», это Екатеринбургский проект, они кожу лазером обрабатывают нормально, а волосы, это уже давно известно, что перегрев лукарится, они приводят к изменению. — То есть, вы не стрижете уже, а меняете сам голос, понимаете? — Ну, мода-то меняется, а потом проект его обратно. — А он восстанавливается вообще-то. — Лучше «Адидас» всю жизнь не планировать. — Нет, ну... — Так «Адидас» ещё и задавайте. — Сидите, парикмейте. — Поставайте презентацию, наверное. — Нет, там три задания. — Ну, давайте... — Всё? — Там было. — Вопрос по информационной задам. — Может быть, не очень темно. — Это последний? — Ну, понятно. Смешно, прикольно, ничего сложного, быстренько придумали, рисовали, денег дадут и, слава богу, не дадут и ладно. — Ну, это может стать делом всей жизни или нет? Для вас лично. — Ну, может. — Мне последнюю оценку надо поставить. Ну, допустим, мы встречаемся через десять лет, да, и вот... — Главный... — У меня есть проект, с которым я по кабинетам бегаю десять лет уже. Да, и продолжаю бегать, и, может быть, ещё лет двадцать буду бегать. — Вот, мой вот Замир знает, да, профессор, там, тридцать восемь лет бегает по кабинету. Он будет продолжать бегать. Вот с этим вы будете бегать, продолжать по кабинету? То есть вы хотите родить в этом какую-то индустрию или что-то? Или просто развлечение? — Ну, естественно, как это. — То есть у вас это визуализируется, как какая-то мода, какие-то суперкабинки, в которых все стрибутся и так далее. То есть визуализируется. — Хорошо. — А у вас команды здесь есть? — Вот они, здесь нету технику. — А вот... — Вы уже стрижёте технику. — А вот по техни... По технической реализации всё-таки... То есть это вот как бы дуга, да, по ней ездит. А дуга поворачивается, получается, ну как вот... Голова, да, она должна так поворачиваться? — Вперёд и на парку. То есть если вот так вот дуга, то она вперёд и на парку. — А сколько будет стрижка стоить? — 50 рублей. — 50 рублей, да. Ну тоже экономику неплохо было наслать сделать с экономикой о том, что там 50 рублей стрижка. Там 100 тысяч идёт, допустим, на прототип машины, там 200 тысяч на маркетинг, на продвижение, там, соответственно, да. — Ну... — А можно как раз вот уточнить вопрос на понимание? А на чём вы будете строить бизнес, если у вас, ну, средняя стрижка в Томске, я знаю, просто простая стрижка, 600 рублей. Ваши — 50. За счёт чего развиваться будете? Ведь вам надо... — А можно я отвечу? — Не надо. Ответьте, пожалуйста. — А как молодёжка? — Нет. Инновационная стрижка, она должна быть дороже, чем средняя по рынку или дешевле? Почему? Кто вам это сказал? Айфон, он дороже в среднем, чем рыночный или нет? А почему? Потому что он жадный. Потому что он суперинновационный. И суперинновационные вещи должны быть дороже продаваться, чем средний рыночный продукт. Если вы создадите это реально, ваша стрижка должна быть люксовой. Вы должны на люксовый сегмент ориентироваться. Вы должны, там, я не знаю, Саше Стрженову сделать стрижку или Кате. И они должны прийти на КВН и посвятить вашей стрижкой. И через это вы бренд создадите. А иначе вы создадите просто парикмахерскую для бомжей. — Николай, я думаю, что там просто два должно быть, да? То есть, если это выстригание суммы, то это... — Это просто под определённый там, да, сантиметр. — Ну, в общем, сам механизм — это одно, да. И можно там разные сегменты. И вот один из сегментов, про который говорят, это действительно там люксовый. Там стрижка, допустим, тысяча рублей, да, или от тысячи. — Тысяча рублей — это просто в салон заходит. Они начинают в полутора тысяч. — Ну, в общем, когда заказываешь рисунок, то это должно стоить дорого. Это должно быть круто. — Каждый живёт под охотом, да? — Давайте создадим. — Сейчас вот тут началось обсуждение рынка, да? Я вот от вас услышал всё-таки. Кто у вас будет целевые потребители не стрижки, а прибора? Кто у вас будет его покупать? И для чего, и какую такую проблему этих потребителей оно будет решать? Что, вот парикмахерской не хватает услуг для того, чтобы делать типовые стрижки? Они поставят автомат, и кто будет потребителем ваших устройств? — Ну, опять же, ну, парикмахерские салоны. То есть там оно будет прийти? — То есть они будут ставить такие автоматы, и за 50 рублей там человек может прийти, сунуть голову туда, вместо того, чтобы нормально подстричься, так что это? — Ну, во-первых, это будет дешевле и... — А что, у нас прям не хватает денег у людей, чтобы подстричься? — Ну, мы ставим кого-то, но не хватает. — А вы слышали, что рабы ломали первые механические агрегаты, которые замещали их труд? Вы об этом слышали? Вы не думаете, что парикмахеры будут приходить и портить ваше оборудование? — Парикмахер будет пить чай и общаться с клиентами. — Потому что вы убиваете его заработную плату, вы его лишаете дохода. — Ну, здесь абсолютно правильно. Надо ставить в торговые центры, где там высокая проходимость, где нету никаких парикмахеров близко вообще. То есть у человека... Человек едет, например, на конференцию куда-нибудь, он в метро сидит. О, Господи, он в аэропорту сидит. Во-первых, вот недавно была проблема распечатать визитки. Ну, казалось бы, это не проблема, да, но вот человек забыл. И вот ему надо вот сейчас. И то же самое, блин, вот сидит два часа и надо... Почему бы не подстричься? А ещё, почему людей? А есть огромные люди, очень дорогие стритки. И очень дорогие стритки. И на них сертификацию не нужно. Понимаете? Вы уберетесь в сертификацию, потому что это люди. А на животных... Почему не делать? Почему стритч, а не делать, допустим, массаж? Панасоник, кстати, делает. Что значит Панасоник, а вы сделаете лучше? Это будет следующий проект. Друзья, по теме, если нет вопросов, я предлагаю рассказать большое спасибо.